Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Смотрите в этом выпуске. Неподтвержденные доходы у бывшего барнаульского депутата. Суд изъял машину в пользу государства. И любителей, и профессионалов программа порадует. Сезон гребли на байдарках и каноэ открылся на Гребном канале. Песни и стихи военных лет у домов ветеранов прошли праздничные концерты. Несколько семей в Благовещенском районе остались без жилья. Причина – крупный пожар. К счастью, никто не пострадал, но площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По информации МЧС «Края», люди успели выйти из дома общежития барачного типа. Его тушило 13 человек с помощью пяти пожарных автоцистерн. Причина возгорания сейчас уточняется, но вот несколько семей осталось без жилья. Напомним, с 7 мая до следующего понедельника включительно в Крае объявлен режим высокой пожароопасности из-за жаркой и сухой погоды. Синоптики прогнозируют 30-ти градусную жару. Накануне в связи с этим в правительстве Края провели оперативное совещание. На нем озвучили, что угрозе лесных и ландшафтных пожаров может быть подвержено больше тысячи населенных пунктов в регионе. Спасатели предостерегают жителей Края быть предельно осторожными при обращении с огнем. Первый этаж нового здания аэропорта в Барнауле начал обретать очертания. Возведены его конструкции. К середине лета планируют завершить монтаж второго этажа, а к осени – конструкции всех трех уровней, чтобы зимой строители могли приступить уже к внутренним работам. Сейчас на площадке работает около 200 строителей и необходимая техника. Схему дорожного движения на подъезде к аэровокзалу тоже изменят, чтобы увеличить пропускную способность прибывающего в аэропорт транспорта. Обновленный аэровокзал должны открыть для полетов во втором полугодии следующего года. Добавим, новый трехэтажный аэропорт будет в два раза больше существующего здания. Он сможет принимать не меньше миллиона пассажиров в год. К другим темам. Суд забрал у бывшего барнаульского депутата внедорожник премиум-класса в пользу государства. Речь идет об Александре Обидине. Прокуратура лишила его Тойоты Ленд Крузера 200 стоимостью почти 4 миллиона рублей. Автомобиль был приобретен на неподтвержденные доходы, сообщили в прокуратуре края. Прокурором был направлен в суд иск с требованием об обращении в доход государства имуществом дорогостоящего автомобиля, приобретенного в нарушении антикоррупционного законодательства на доходы, неподтвержденные. Соответственно, решение суда в настоящее время было исполнено. В органы прокуратуры представлена соответствующая плитанция об оплате 3 миллионов 700 тысяч рублей. Это эквивалент стоимости автомобиля. Добавим, ранее у бывшего депутата Волчихинского райсовета Елены Киреевой забрали земельный участок и строения, приобретенные на неподтвержденные доходы. А теперь к основной теме этой недели – празднованию 79-й годовщины Победы. Главные торжества по всей стране, в том числе нашим краем, пройдут завтра. Но уже сегодня ветераны, участники и труженики тыла получали поздравления. Так, в Барнауле для них организовали уличные концерты во дворах. На некоторых из них побывала и наша съемочная группа. Двор на улице Молодежной. Здесь проживает сразу три участника тех событий. Александр Владимирович Рахманов – ветеран Великой Отечественной. Бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Агнезия Иосифовна Максимова. И труженица тыла Анастасия Прокопьевна Дрожжина. Хочешь мои дети, мы почувствовали трудность, мы почувствовали жизнью, как-то надо с ней справляться. И мы справлялись со всеми трудностями. И не доедали, и не досыпали. Но мы на это не смотрели. Все, бывало, как вот кончим какую-то работу и кричим. За Родину, за Родину, за Победу, на Победу всегда мы это кричали. Торжественный парад прошел и у дома на Ленина 70, где живет ветеран Геннадий Федорович Охараков. Сейчас ему 99 лет. День Победы Всего в этот день праздничный парад у дома посмотрели шесть ветеранов Великой Отечественной и труженики тыла. С особым трепетом виновники торжества подпевали песни военного времени, вспоминая те чувства, которые переживали в день, когда по всей стране объявили о Победе. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. А наш следующий сюжет посвящен ребенку блокадного Ленинграда Валентине Комяковой, которая удостоверение блокадницы получила лишь в 21 веке. В момент окружения северной столицы она была совсем маленькой и не помнит, какие тяготы пережила ее семья за 10 месяцев, проведенных в блокадном городе. Но Валентина Григорьевна часто расспрашивала родителей о тех страшных событиях. В преддверии 9 мая наша съемочная группа пообщалась с жителем блокадного Ленинграда. Разрешите вас поздравить с наступающим праздником от имени губернатора. Хотим вручить вам вот такую открытку. Не только открытки, но и подарки, а также продуктовые наборы. Накануне 9 мая представители соцзащиты навещают и ветеранов, и вдов погибших, и блокадников. Валентина Комякова свое блокадное детство не помнит совсем. Ей было два года, когда в июле 42-го семью эвакуировали из Ленинграда в Барнаул. Единственное, что я могла у мамы спросить, как там война была, она сразу плакала и говорила, не терзай мне душу. Впервые в Питер Валентина поехала с мужем. Работали вместе на одном предприятии. Там мы познакомились. Говорит, в этот город всегда тянуло, хотя родители после эвакуации в Барнаул в Ленинград уже не вернулись. Но запомнилась вторая поездка в Питер, когда понадобились документы, чтобы получить удостоверение блокадницы. Когда я приехала в 2013 году, я нашла свой дом в Колпино. Мы постучались, открыли нам, смотрят женщины. Вам кого? Вы за кем? Там детский садик. А я стою, говорю, вы знаете, мы в этом доме жили. Это дом номер два? Она, да, дом номер два. Я говорю, мы в этом доме жили до войны. И вышли, вот у меня вот такие спазмы. Я плакала, плакала там. Потом набрала земельки. Но мама уже не была. Мама уже умерла, папа в 1951 году умер. И, в общем, я привезла им землю на могилку и папе посыпала. Привет с Ленинграда и маме. Такие же чувства испытывает всегда, когда приезжает в Боровлянку, где установлен памятник погибшим деткам блокадного Ленинграда. Именно поклониться этим ребятишкам. Ну, как холмик сделан такой. Ну, большой холмик все. И вот в этом холмике лежат 78 ребятишек. Ну, там как братская могила у них. Кто-то погиб еще по пути в Барнаул, кто-то позже уже здесь. Валентина Григорьевна часто бывает в Боровлянке. А вообще свою жизнь считает счастливой. С мужем живут уже долгие годы. Двое детей, трое внуков, да и балунка Тея от хозяйки не на шаг. Бывало, что ребятишечки прибегут, но там они часто у меня ночевали. Ну, ляжемся на кровати, кровать большая. Баба, расскажи нам, то какие мы маленькие мы, или то про Ленинград спрашивали. И вот то, что я знала, я им говорила, вместе рыдали. Мне одинулька говорит, баба, как мне тебя жалко. На сегодня в городе Барнауле проживает 28 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 65 жителей блокадного Ленинграда, 60 бывших несовершеннолетних узников, уже осталось меньше 500 вдов погибших, умерших участников войны. И, к сожалению, уже меньше тысячи у нас осталось дружников тылов. Всех навещают, обо всех заботятся, рассказали нам в соцзащите и всех поздравят с Великим Днем Победы. Валентина Григорьевна, 9 мая тоже ждет это, святой для нее праздник. Обязательно поздравить тех, кто когда-то, как и она, месяцы провел в блокадном Ленинграде. Они вторая семья и всегда поддерживают друг друга. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, День с толком. У мемориала славы в Барнауле высадили сегодня почти 12 тысяч корней однолетних цветов. Желтые и оранжевые бархатцы, белая герань, канны и другие. Город и дальше ждет озеленение, но первым делом клумбы зацветут у памятных мест. Всего в ближайшие два месяца в краевой столице высадят около 300 тысяч однолетних и порядка 10 тысяч многолетних растений. Кроме того, скоро барнаульцы увидят на городских улицах тюльпаны. Их озеленители высадили еще прошлой осенью на участках общей площадью в 2000 квадратных метров. Всего площади и улицы города украсят 75 тысяч тюльпанов. А вот общественники из Барнаула предлагают запустить эстафету и отремонтировать все памятники, посвященные Великой Отечественной войне. И сделать это за год, то есть как раз к 80-летию победы. А пока они начинают с малого, своими силами наводят порядок на мемориале одной из школ. Кто эти герои и откуда этот порыв? Смотрите в сюжете. Убрать старую траву, высадить цветы, побелить бордюры и покрасить танк. Ученики 49-й школы и юные спортсмены из клуба «Богатырь» этот мемориал точно не забросят. С фотографий на них смотрят такие же мальчишки, которые когда-то тоже учились в этой школе и погибли в Афганистане. Здесь же вспоминают тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны, а теперь еще и с СВО. Я метку не в первый раз беру и убираюсь очень много раз. Я здесь учусь и я должен почесть память солдатам, которые пали из-за нас. К сожалению, говорит инструктор спортивного клуба Игорь Головач, далеко не все памятники находятся в таком хорошем состоянии. В следующем году страна будет отмечать 80-летие Победы. И это хороший повод, чтобы где-то что-то отреставрировать, побелить. Хотим принять даже как-то, может быть, официально, неофициально эстафету от руководства края. Там в лице губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко мы очень его уважаем. Главы города тоже, они с идеи-то вышли, что к 80-летию Победы на следующий год привести в такое состояние. Все края страны, чтобы товарищи, которые нам не товарищи за бугром, просто позавидовали. Это память светлая. Сейчас родительский день будет, я тоже поеду на кладбище. Это то же самое, это как родительский день. Как раз к 80-летию Победы в Барнауле отремонтируют один из главных монументов, посвященных Великой Отечественной войне. На площади планируют обновить освещение, плитку, заменить бордюрный камень и не только. Фамилии, которые размещены в пантеоне и со временем утратили буквы, восстановят. В планах работы по очистке стеллы и тумб со священной землей городов-героев. Необходим и ремонт стеллобата, который объединяет скульптурную группу прощания и стеллу. Кстати, в этом году в регионе отремонтируют 60 памятников Великой Отечественной войны. На это выделят 80 миллионов рублей. Это наши дедушки, бабушки. Это самое главное, как они дали нам жизнь, сохранили нашу жизнь. Не наши бы дедушки и всему миру бы не знаю, что было. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Алтайские студенты присоединились к всероссийской патриотической акции «Мы помним». Охват ее участников уходит далеко за пределы нашей страны. В чем суть акции, выясняла Юлия Щепина. Алтайцы и полиция. Мой прадед Кудрин Василий Андреевич, участник войны пехота. Я помню своего деда, нападавшего Василия Семеновича. Так сегодня началась патриотическая акция «Мы помним». Ее задача – почтить память предков и вспомнить о вкладе каждого причастного к Великой Отечественной войне. Воплотить идею в жизнь удалось представителям технического вуза. Сегодня, 7 мая, во всех академических группах прошли 10-минутные уроки мужества, на которых ребята вместе с кураторами, со старостами, в общем, в роли волонтеров выступали все. И ректор даже наш выступил в качестве куратора этой акции, волонтера. Рассказывали про своих прадедов, дедов, тех, кто отдал свою жизнь, кто выстоял. Обо всех тех, кто ковал Великую Победу на фронте и в тылу, об основных исторических моментах Великой Отечественной войны и ее героях. В завершении урока группы сделали общее видео-селфи. Два моих деда – участники Великой Отечественной войны. Савустин Сергей Семенович погиб под Ленинградом в 1944 году, а другой, Теремаков Василий Михайлович, остался инвалидом Великой Отечественной войны. Они герои, я ими горжусь. Обалтайский край, мы волны! Видео выкладывается в официальную группу образовательного учреждения, факультета, института или на личную страницу в соцсети ВКонтакте. И добавляются хэштеги «АлтГТУ мы помним», «Вузы Алтая 2024». Мы надеемся, что хэштеги, которые прикреплены, их имена узнает вся страна. Кстати, ГТАкции подключились не только российские вузы, но и Беларусь, и Кыргызстан. Мы надеемся, что это только начало, и в следующем году мы постараемся еще больше расширить эту акцию, потому что эта форма, она, к сожалению, главная, что нашла отлик у ребят, все заинтересовались. Подключиться к акции могут не только студенты, но и все желающие. С 8 по 31 мая подведут итоги и определят 10 самых интересных сообщений. Участников акции ждут награды. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. С двумя гран-при международного конкурса «Стяг. Победа из Сочи» вернулась в Барнаул студия театра танца имени Роза Фибер. Юных чемпионов встречали родители в торжественной обстановке. Но какой ценой далась победа барнаульским артистам, и какие планы строят педагоги и воспитанники образцовой студии, смотрите далее. Когда родители так радуются победам своего ребенка, он обязательно будет побеждать еще. Три группы студии театра танца вернулись в Барнаул с кубками, медалями, эмоциями и морем впечатлений. Все выступили достойно. Мы очень гордимся нашими детьми. Они большие молодцы. Они у нас бойцы, спортсмены практически. Очень старались, очень переживали, но у нас все получилось. Два гран-при, я думаю, и два лауреатства первой степени все говорят за это. Очень интересный был разбор номеров. Причем и с режиссерской точки зрения разбиралась тоже постановка. Поэтому отметили высокий уровень. И театр танца все-таки театр танца показался. Ну что, друзья мои, я сегодня чебурахнулся к вам на вашу встречу, чтобы сказать вам, какие вы молодцы. А побеждаете вы почему? Потому что у вас большие добрые сердца. Поэтому все победы вам по плечу. Конкурс «Стяг победы», где были также вокалисты, театралы и музыканты, собрал около 500 участников танцевального направления из городов России и соседних стран. Каждая группа студии «Роза» представила по два номера. Всего коллектив показал себя в четырех номинациях. Народный танец, народно-стилизованный, эстрадный и современная хореография. Самые младшие танцоры получили диплом лауреата в первой степени. Средняя и старшая группа взяли гран-при. По лесам да подалом ходит сковородушек. У него в сумме сырье пароклевных крошек. Отметили очень сильно, что у нас разнообразные номера, что у них есть сюжетность. Стоило бы подработать еще технику, но, скорее всего, это было из-за волнения. Да, из-за волнения. И сцена была немного не такая, как мы предполагали. В ближайших планах подготовка к отчетному концерту. Он состоится в конце мая. Летом творческие смены в профильных лагерях и подготовка новых номеров для новых конкурсов. Коллектив взял курс на Москву. Наша роза лучше всех! Нашу розу ждет успех! Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Новый грибной сезон стартовал сегодня в Барнауле. В день открытия на канале провели традиционные краевые соревнования, приуроченные ко Дню Победы. А в целом программа предстоящего теплого сезона весьма насыщена, что наверняка порадует любителей и профессионалов водного спорта. Летом состоится несколько всероссийских состязаний и пройдет международный фестиваль. Подробнее в сюжете Данила Кузнецова. Барнаульский грибной канал открывает новый сезон. Первые соревнования посвящены Дню Победы. Тысяча-две тысячи метров для мужчин и женщин на коно и байдарках. Состязания помогут некоторым спортсменам отобраться на спартакиаду учащихся России, которая состоится в августе. Она будет проходить и в Барнауле. Готовиться к ней алтайские спортсмены начали заранее. Даже поучаствовали во всероссийских соревнованиях и съездили на сборы в Краснодар. Я в марте была на сборе со сборной России. Там, конечно, это новый опыт девочки. В Алтайском крае девочек не так много, а там была чистая женская группа, каноэ женского. Кто отобрался, с ними мы тренировались. Конечно, так больше интереснее конференция в группе каждую тренировку. Также в июне будет организовано первенство Сибирского и Уральского округов. А в конце июля состоится международный фестиваль гребли на лодках драконах. Предварительно участие подтвердили 11 стран, в их числе и Китай, Индонезия, Камбоджа. Ведутся даже переговоры с Северной Кореей. В связи с годом дракона будет очень интересная шоу-программа. И для зрителей можно посмотреть и выступления артистов, и шоу на воде, и шоу огня. Планируется, что будет битва драконов, и две стихии сойдутся, огненная и стихия воды. Организаторы предполагают, что до больших стартов завершат стройку асфальтированной трассы вдоль канала. Сейчас там лишь грунтовая дорога. Надеются также, что благоустроят пляж. Возможно, уже в этом сезоне там появятся шезлонги, зонтики и школа сапсерфинга. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. И в завершение выпуска. Еще один музыкальный спектакль «Бременские музыканты» ждет жителей края. На этот раз постановку готовят в Новоалтайске. Ее особенность в том, что в воплощении творческой задумки участвуют профессионалы и любители искусства со всего края. Как идет работа? Кто воплощает образы всеми любимых героев? И когда ждать премьеры, узнаем в сюжете Дарьи Ерошиной. Вот так, чтобы она была, амплитуда, чтобы вперед, чтобы вываливаться. На сцене все, кто в нее влюблен. Руководит процессом режиссер Александр Лопатюк, он же король, который тоже наденет костюм и займет место на троне. Актеры также и творцы. Сообща готовят весь реквизит для сцены и очень ждут своего звездного часа. Когда я начал пробовать делать, вот первый раз, маски именно в плане, чтобы они не просто одевались на голову, но выражали какую-то эмоцию, которая была узнаваема об временских музыкантах, и вдруг, я не знаю, как это происходит, я говорю опять свыше откуда-то, кто-то хочет этого делать. Они сами становятся похожи. Такое ощущение, что кто-то хочет, чтобы это произошло и состоялось, потому что никто не отказывает, а все проявляют какое-то участие и желание такое. К примеру, профессиональный художник Сергей Брацевич помог изготовить декорации, над которыми совместно работали 11 часов. В костюмерной приходилось находиться сверхурочно не одну неделю, поскольку театр любительский, в ресурсах он сильно ограничен, поэтому к работе подключаются и очень многие люди из окружения самих артистов. Вот как Саша говорил, это Шварцвальдский лес, мы его так вот в таком виде сделали. И так как здесь на этой сцене, это не профессиональная сцена, а такая немножко клубная, там нет штанкетов, которые бы уходили вверх и поднимались полностью, скрывались от зрителя. Поэтому нам пришлось другим способом обойтись. То есть есть механизм, который раздвигает эти шторы. Вот мы его сейчас восстанавливаем, и у нас будет штора вот так сходиться и расходиться. Саундтреки из советского мультфильма покоряют всех, но не только они стали аргументом в выборе постановки. Я пришла на фильм еще зимой, и меня он так вдохновил на что-то, мне так понравились саундтреки, и я думаю, все, это сразу, это я сразу в тот же день вечером позвонила режиссеру, друзьям, сказала, надо брать. Они ходили в какую-то эйфорию, я посмотрел фильм, мне показалось, что так нельзя, отсутствие какой-либо логики. Бред сивой кобылы, как говорил мой мастер. Поэтому я говорю, давайте мы с вами сделаем, раз вы так горите и хотите, но мы сделаем свой все-таки вариант, свою версию, где все-таки логика будет присутствовать, эмоции будут присутствовать, но и разум тоже. Работа, по мнению режиссера, обещает превзойти знакомые нашему зрителю прежние версии бременских музыкантов. Артисты еще дорабатывают детали и в исполнении ролей, и в декорациях. Но по плану премьера в Центре культуры «Современник» должна состояться уже в конце июня. Отодвинуть показ могут экзамены, которые летом сдают молодые актеры. Трубадуру, которому по сюжету должно быть 30 лет, на самом деле 15, и он заканчивает 9 класс. Ведь манящая свобода, которой пронизана вся сказка, не может отменить условности реальной жизни. Тем не менее, сказки, видимо, сбыться помогают высшие силы. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. И на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok